Большое спасибо. Мне очень приятно быть здесь, в Санкт-Петербурге, на форуме био-ночьей онкологии. И для меня большая честь поделиться с вами данными моей работы. Вот это наш центр в Утрехте. Это один из крупных научных учреждений, но чем я погружусь, скажем так, в глубины вопросов лучевой терапии, я думаю, что нужно отметить о том, что имеется длительная уже традиция сотрудничества между Утрехтом и Петербургом, Голландией, Россией. Вот очень важный исторический факт за пределами радиотерапии. Возможно, вы знаете историю Петра I, но на самом деле есть еще один пример, который, с моей точки зрения, является весьма и весьма воодушевляющим. Вот этот человек, его зовут Вихер Берхов, его зовут так на голландском. Он был рожден в конце 18 века в деревне, откуда я, собственно, родом. Поэтому мне очень понравился этот пример. И он был частью голландского сообщества с детства в Петербурге. И он прожил практически целый век, следующий век в Петербурге. Он уже как ребенок уехал в Петербург, получил здесь образование в сфере кораблестроения. И он построил замечательную карьеру и фактически стал русским в какой-то момент, в 20 лет он женился на русской и умер под именем Василий Берков. Я не знаю, вы слышали о нем или нет, но на самом деле он был директором адмиралтейских верфей в Санкт-Петербурге. И, соответственно, он участвовал в построении кораблей здесь, в этом городе. Так что это очень хороший пример. И я на самом деле не могу даже стоять рядом в свете этого человека, но мне очень радостно быть частью этой традиции обмена идеями. И на самом деле, нужно сказать, что они из Голландии в Петербург шли пешком. Порядка четырехсот километров они прошли. Порядка, простите, двух тысяч километров они прошли. Несколько слов о том, что я хотел бы рассказать сегодня. Я хотел бы покажите о существующих процессах лучевой терапии в Утрехе, как направиться и что у нас есть. Далее мы поговорим о том, что мы можем улучшить в рамках, скажем так, текущих процессов. Мы также будем об использовании МРТ в нашей работе. Я покажу несколько слов о процессе МРКТ-симуляции, о том, что Илья уже, собственно, рассказывал только что. И также мы говорим о нашем опыте, используя чистые МР-симуляции для патологии простаты. Я думаю, что вы знаете, что в последние 10-15 лет произошла технологическая революция. И сегодня мы можем контролировать форму луча. И это стало возможно благодаря основным ключевым технологиям. И вот, например, что мы можем сделать с управлением формой луча. Есть методологии, карте визуализации, человеческая анатомия, которую можно использовать для компьютеризированного планирования. И в частности здесь у нас показан акселератор. Есть ускорительность устройства, портальные визуализационные аппараты, которые позволяют нам определять позицию пациента с тем, чтобы понять, что пациент находится в корректном положении. Это касается вот текущей организации процесса в Утрехте. Это наш стандартный, скажем так, стандартный план обследования. Естественно, все начинается с КТ визуализации. Для начала дальше идет полученное изображение. Они представляются клиницистом и врачом. Должен провести оконтурирование нужных структур. Это может быть, соответственно, органы, скажем так, в области риска. И здесь можно рассчитывать дозы. В частности, это ранг головы и шеи. И дальше этот ускоритель, скажем так, управляется системой, соответствующими расчетами. И это наша рабочая лошадка. Или вот этот алгоритм является, скажем так, нашей рабочей лошадкой. Несколько слов по поводу инфраструктуры. Наша рабочая лошадка, то, что мы используем, это аппарат с большой апертурой. Он быстро работает, обеспечивает изображение с очень высоким качеством. Большая апертура, это означает, что он позволяет визуализировать пациентов в положении, необходимом для проведения терапии. И в нем имеется позиционный лазер и очень надежный, очень удобный, скажем так, плоская дека. Такая же, как в Линаке. В смысле планирования у нас имеется система Лекта Монако. Мы используем алгоритм Монте-Карло. Различные методики используем и МРТ, и ВИМАТ, в частности. С точки зрения линейных ускорителей, у нас имеется линейный ускоритель Лекта. Далее имеются коллиматоры, многовестковые коллиматоры Agility. Мы можем использовать КТ, конослучевую КТ также. И это пример того, что мы можем сделать, использовать технику. Это то, что мы разрабатывали, чем он занялся последние 5-7 лет. Опять же, это рак головы и шеи. И зачастую здесь имеется токсическая ксеростомия. То есть, другими словами, у пациентов после лучевой терапии не образуется достаточное количество слюны. И это связано с тем, что слюнные железы при планировании зачастую попадают, не исключаются из зоны излучения. Мы используем КТ для того, чтобы обеспечить конформальные планы с тем, чтобы не нарушить производство продукции слюны в слюных железах. Далее я хотел бы объяснить кое-что о том, как мы проводим верификацию положения пациента. Это пример для ракопростаты, где мы используем золотые координатные метки. Они имплантируются в простату за неделю до процедуры визуализации. Мы используем три таких маркера, три таких метки. Они имплантируются трансперинерально, через промежностно. Они очень маленькие. Их длина всего лишь 5 миллиметров. И затем эти маркеры, далее они видны на КТ. И, соответственно, мы можем, на КТ мы определяем их положение, далее в процессе планирования мы создаем вид, как это луча как-то выглядит на мегавольтных изображениях. Вот что делается на этапе планирования. Вы видите, здесь луч под определенным углом. И видите костную анатомию. И что мы должны увидеть, скажем так, на Линаке, на Линаке. И это сравнивается с онлайными изображениями при высококонкретической визуализации. Далее мы получаем изображение. Это изображение, которое генерируется на основании КТ в процессе планирования. И эти изображения мы получаем в режиме онлайн. Мы видим часть чисечно-костной анатомии. И мы видим также наши метки координатные. И это часть процесса возраста к конкретической визуализации. И в итоге пациент находится в положении планирования. И мы, соответственно, можем провести в режиме онлайн, а также корректировку положения пациента, если это необходимо. И все больше и больше мы используем консолучевую КТ. Вот пример предыдущих, это была патология простаты. Есть другие примеры, в частности, при заболевании головы и шеи или при заболевании пищевода. И при желудочной железе мы используем консолучевую КТ. И мы получим получать подобные изображения, которые позволяют нам видеть костную анатомию, видеть мягкие структуры. Хотя, конечно, качество их похуже, чем при стандартной КТ. Но этого вполне достаточно для верификации положения пациента. Так, и это, собственно, я скажу слов тому, какова сейчас текущая ситуация в Утрехте, как мы работаем. И мы можем использовать различные подходы, чтобы усовершенствовать этот процесс. И это связано с тем, что вы сейчас будете видеть больше и больше, что сейчас все чаще и чаще говорят о гипофракцинации. Используется меньше фракций вместо 35 фракций, которые мы сейчас используем при раке простаты. Мы используем 5 фракций. И, кажется, мы движемся в этом направлении. Поэтому очень нужно понимать, где ошибки попадают в наш, скажем так, процесс. Поскольку требования становятся к нам все более и более жесткими. И нам нужно отличать ошибки, которые возникают в процессе симуляции. То есть ошибки оконтуривания, потенциальные ошибки при планировании луча и так далее. Или какие-то ошибки визуализованные. И где ошибки становятся систематическими. То есть каждый раз, когда ошибка встречается при лучевой терапии, например, когда вы неправильно определяете направление на мишень, то, соответственно, вы будете облучать вашу точку, мишень, скажем так, некорректным образом. Если посмотреть непосредственно на терапию, то есть различные ошибки. В частности, могут быть случайные ошибки при многократной фракцинации. Вот эти систематические ошибки, они будут, скажем так, накладывать друг на друга. Но, тем не менее, при множестве фракций, это как-то сглаживается. При уменьшении количества фракций, значимость корректного позиционирования пациента и исключение ошибок очень важна. И этот парадик, когда я хочу поговорить о той части своей презентации, где мы на самом деле производим онлайн-планирование, используя ту анатомию, которую вы видите на данном моменте пациента. Вы уходите от догмы, когда вы пытаетесь повторить, воспринимать этот план, который вы создали в процессе исходного планирования, а вы пытаетесь планировать, скажем так, онлайн, планировать непосредственно, скажем так, с больным на столе. Теперь поговорим в первую часть своей презентации. Я хотел поговорить о симуляционных методах, что является источником самых больших неопределенностей в цепочке симуляции. Считается, что основным источником неопределенностей является ручное вмешательство. Клиницисты должны определить каким-то образом свои целевые структуры, и это считается ключевым шагом. И, например, при раке просады, раке головы и шеи, эти вопросы изучались. Было показано, что на самом деле длиниация мишени является основной причиной ошибок при обоих видах опухолей. Теперь я хотел поговорить о том, что же мы можем сделать с точки зрения визуализации, чтобы улучшить эту ситуацию. Мы знаем, что КТ – это надежная и точная методика, но она неоптимальна с точки зрения чувствительности в отношении пухолей, в частности. На самом деле она, как бы так, не напрямую искать на так работу. Если вы справитесь с КТ и ПЭТ, то визуализация при ПЭТ мы получаем существенно более высокого качества. Если мы сравним МРТ с контрастированием и КТ с контрастированием, то вы видите существенное различие. И вот здесь пример головы и шеи, где достаточно просто увидеть, что граница опухоли на этом снимке существенно лучше, существенно проще определить границу опухоли, чем на КТ. Еще один пример – это рак пищевода уже. И здесь он имеется КТ и Т2-звешенное изображение. И, соответственно, на МРТ существенно лучше определить границу опухоли для меня, как физика, поскольку я физик. Я также вижу небольшой лимфоузел, который находится около аорты. И мы можем даже больше на МРТ сделать, о чем Илья уже говорил. МРТ, кроме анатомического контрастирования, мы можем использовать функциональное контрастирование. И вот пример при раке простаты, где мы можем использовать МРТ с контрастированием и диффузионно взвешенное МРТ для того, чтобы выявить в простате макроскопический объем опухоли. И это позволяет нам, соответственно, определить направление облучения для этих, скажем так, опухолей. И позднее я поговорю об использовании МРТ с терапевтическими целями. И я также коснусь вопросов, которые касаются, ну, организации, что ли, рабочего процесса. Соответственно, если у вас имеется комбинирование изображения, то, соответственно, КТ играет важную роль, поскольку она очень полезна для плорини, поскольку она дает нам данные электронной плотности. Соответственно, как же мы можем использовать МРТ-информацию, скажем так, при подготовке пациента к терапии? Мы, скажем, во-первых, на шаге регистрации мы объединяем изображения МРТ и КТ, и клиницист проводит оконтуривание на МРТ, которое автоматически, скажем так, транслируется на снимке КТ, и это является входными данными для процесса планирования. И, опять же, еще есть шаг, который требуется также для верификации и позиционирования. И это можем использовать либо на эндогеновую цифровую реконструкцию, либо с использованием координатных меток. Но также очень важно понимать, что КТ все равно еще является, скажем так, мастером, поскольку основной технологией, насколько она дает нам данные электронной плотности. Мы планируем на основании этого изображения. Если вы хотите использовать МРТ, в рамках дровочного процесса нужно произвести определенные адаптационные изменения вашего процесса обследования пациента. Вот, я хотел о этом поговорить. Это система, которую мы используем в Утрихте. Это система Philips Ingenia MRT для радиотерапии, о которой говорил уже Илья. И очень важно сказать, что это система широкой апертурой, 70 сантиметров, поскольку она позволяет нам сканировать в соответствии с положением для лучевой терапии. Она поставляется с плоской декой и с определенными специализированными, скажем так, карточками для обследования пациентов. И несколько слов о позиционных устройствах для МРТ. Нам требуются аппозиционные устройства, в частности, при стереотоксическом радиотерапии мозга, в частности, это важно также при сканировании пациента. Эти устройства должны быть МРТ совместимы и не должны создавать большие помехи в получаемых изображениях. Есть различные коммерческие решения, которые нужно просто удостоверить, что они МРТ совместимы. Мы используем мостики для катушек, поскольку они необходимы для того, чтобы катушки сами не нарушали контуры тела. Иногда нужно быть изобретательным, и, в частности, на самом деле, Филипс нам помогает в этом, конечно, но, в частности, в случае голорака головой шеи, когда пациент лежит в эмилизирующем устройстве, стандартные катушки невозможно использовать, они несовместимы. Соответственно, такой системе нужно использовать другие катушки, и мы часто экспериментируем с поверхностными катушками, которые обеспечивают нам замечательное качество изображения, по факту. Здесь я поместил сюда изображение, изображение из шеи, которое показывает, с какого качества изображения мы можем получить, и какие качества мягкотканных снимков мы можем получить. Мы видим, что это замечательно, что опухоль может быть очень хорошо оконтурена здесь, но дело не только в этом, мы также можем видеть органы риска, в частности, прямая кишка и мочевой пузырь, и также можем хорошо увидеть лимфатические узлы, что на КТ сделать весьма сложно, очень сложно, скажем так, увидеть или провести их оконтуривание. Также я хотел бы сказать, что мы не можем использовать просто стандартные диагностические протоколы для цели радиотерапии, поскольку в диагностике мы делаем вот такие сканы, которые мы делаем в одной плоскости, получаем отличное разрешение, но в других плоскостях на самом деле разрешение уже будет не таким замечательным. И при радиотерапии нам требуется 3D-изотропное разрешение, поскольку мы ведем оконтуренную в 3D-режиме. И также требуется, также нужна регистрация, в смысле, для КТ этих данных. Соответственно, если мы с МР-физиком, МР-специалистом, вам нужно эти протоколы подстроить, адаптировать под свои специфические терапевтические нужды, это возможно сделать, и Филипс на самом деле дает специальную, скажем так, специальную помощь для этого. В частности, водопухоль мозга с МРТ с контрастером, вы видите, как МРТ позволяет нам обеспечить изотропное разрешение в трех разных плоскостях, которые, соответственно, мы можем использовать для оконтурвения образования. И я уже говорил кое-что по поводу диффузионно-взвешенной МРТ, и я думаю, что если мы получим хорошую контрастильную эндогенную, это такой эндогенный контрастиль, то есть не требуется давать какой-то специальный контрастный препарат, мы просто смотрим на подвижность молекул воды и свободной воды в тканях, и стандартный способ измерения диффузии заключается в том, это, собственно, мы считаем то, что называется, считываем планарные эхо-сигналы, и это стандартным образом используется в диагностической цели. Но, как правило, в такой ситуации возникают искажения изображения, в частности, возникают воздушные полости около нужной зоны. Вы видите, здесь стандартная МРТ-последовательность, которая не от искажения, вот диффузионно-взвешеное МРТ, в котором имеется искажение сигнала, вы видите, что здесь изображение смещено и деформировано. И вы можете кое-что с этим сделать, вы можете использовать, считывать данные по-другому, и неожиданно мы получаем отличное изображение без искажений, мы видим опухолевый очаг, и мы можем провести количественное изменение коэффициента диффузии, ADC. И, соответственно, мы должны, скажем так, комбинировать, сочетать нашими технологиями. Если сравним это с ПЭТ, вот смотрите, видим, слева мы идем изображение, сравним с ПЭТ, и изображение, по сути, совпадает. Здесь, естественно, мы имеем дело использования контрастирования, а здесь используется догенное контрастирование. Итак, несколько слов по поводу требований к последовательствам. Несколько моментов, которые, считаю, являются важными. Я не буду все их, скажем так, описывать. Я просто хотел подчеркнуть значимую цель. Во-первых, МРТ мягких тканей, собственно, играет основную роль, это, собственно, основной игрок. И сегодня с текущим новым поколением МРТ-сканеров мы можем, скажем так, делать это в достаточном уровне качества. Также я хотел бы напомнить вам, что в процессе работы нам требуются, скажем так, сканы с КТ или передача этих данных и, ну что ли, с регистрацией на КТ. Несколько слов об оконтуривании. Как клиницист потенциально мы получаем массу данных, которые требуются, соответственно, оконтуривании. И часто мы это передавали в системы для планирования терапии. Но в итоге мы увидели, что система не позволяет оптимально обработать изображение, поскольку мы можем использовать только две модальности. Если мы разработаем свое собственное решение, у нас имеется такое настольное решение, в котором мы одновременно используем КТ и МРТ, и мы используем контрасты, если возможно. И клиницист позволяет провести оконтуривание прямо за своим рабочим столом, используя тот метод, который он считает пригодным. И дальше эти данные автоматически передаются на КТ-снимки. И это тот этап, который необходим для того, чтобы оптимально обрабатывать полученные изображения. И, естественно, как клиницист, мы должны интерпретировать это изображение. И это не всегда так просто, хотя мы, радиологи, делаем это постоянно. Но тем не менее, радиотерапия – это новое применение. Мы обычно смотрели на снимки КТ, но МРТ-снимки для нас иногда могут быть достаточно сложными. И в этом исследовании я разделяю разные, скажем так, зоны. Для некоторых зон достаточно просто, с другой стороны, для других зон интерпретация МРТ может быть сложным. В частности, парадигма простаты. Поскольку здесь МРТ позволяет получить очень хорошее контрастирование между опухолем и фоном изображением. Вы хорошо видите простату, и не очень сложно увидеть эти структуры. Простата выделяется по сравнению с фоновыми, скажем так, органами. Это все достаточно просто. Вам не требуется высокоспециализированный опытный радиолог в данной ситуации. Но, если говорим о парадигме поджелудочной железы, вот здесь возникает проблема. Хотя, конечно, МРТ является очень чувствительной методикой. Это специфичность МРТ для опухоли в ткани. И сейчас для ткани и прожелудочной железы, на самом деле, не всегда достаточно. В случае панкреатита вы также увидите ограничение диффузии. И тогда вам потребуется, действительно, потребуется опытный эксперт, требуется рентгенолог, специализирующийся в этих вопросах. Несколько слов по поводу потенциальных проблем при использовании КТ и МРТ. Наш мир, он, к сожалению, не идеален. И я должен об этом сказать честно. Соответственно, когда мы накладываем контуры, полученные на МРТ, если мы их накладываем на КТ, иногда эти контуры не соответствуют. Это понятно. Это понятно, поскольку мы производим сканирование в разные временные точки. То есть идеально между ними проходит один или два часа, но иногда даже дни проходят между этими обследованиями. И что же можно сделать? То есть есть некоторая неопределенность. Что же нам делать? Какой контур использовать? МРТ-шный или КТ или МРТ? Какой контур использовать? Это большой вопрос. И далее нужно подумать. Хорошо, откуда это взялось? В чем проблема-то? Это связано с различными вариабельностями, скажем так, у наших пациентов. Возможно, при раке простаты это различное количество газов кишечника. И, соответственно, если мы пытаемся адаптировать контуры, полученные на МРТ, если мы адаптируем на КТ, то мы включаем случайный эффект как систематический для систематического контурирования простаты. И, соответственно, в итоге мы ошибку процедуры превращаем в систематическую ошибку. Но, естественно, это очень сложно. Очень многие клиницисты, даже в нашем учреждении, они адаптируют контуры в соответствии с данными КТ. Но это не всегда корректно. Еще один момент, что КТ и МРТ снимки не всегда идеальны. В случае рака простаты имеется... Есть 1-2 млитрета, когда нет четкого совпадения. Соответственно, как справляться с этой неопределенностью? То есть, что мы сделаем, что... Хотя звучит странно, темнее всего контурирование должно делаться на основании одного метода. Хотя, возможно, для вас это звучит странно. То есть, я на самом деле противоречу тому, что мы делаем сейчас на КТ. Противоречу тому, что мы используем КТ и МРТ. Но то, что я говорю, это критически значимый этап. Критически значимый этап – это определение таргетного объема. Это критически значимый шаг для процесса стимуляции. Соответственно, нам нужно выбрать методику изображения, которая наиболее оптимальна для этого. И я думаю, что МРТ представляет собой лучшую альтернативу. И, естественно, МРТ должно обеспечивать данные по электронной плотности, информацию по электронной плотности, которую можно использовать для этого. Можем ли мы это сделать? Теперь мы подходим только к чистой МРТ-симуляции. Итак, у нас в какой-то момент имеются структуры, мы делаем МРТ, и нам требуются данные по электронной плотности, которые нужно получить от КТ. Это то, что называется псевдо-КТ. То есть информация по электронной плотности. Мы получаем ее из данных МРТ. Как же это сделать? Позвольте, я сюда перейду. Вот, как мы это делаем. Это протокол визуализации. Мы сделаем функциональный МРТ, анатомический МРТ. И что теперь нужно сделать? Мы добавляем еще один скан, одно сканирование в дополнение к этому, которое позволяет нам получить псевдо-КТ данные. И еще одно сканирование делаем для сканирования с маркерами. То есть это занимает еще пять минут, дополнение пять минут в вашем протоколе сканирования. И, соответственно, мы можем... Это позволяет не проводить КТ-сканирование. И процедура МРТ чуть-чуть продлевается на пять минут. И мы используем систему или метод Philips Emercat, или я уже об этом говорил. Это также было показано. Это псевдо-КТ данные, обеспечивает... И Philips называется метод МРКАТ. То есть это метод расчета... Это метод расчета поглощения. МРТ для расчета поглощения. И мы это можем использовать для планирования дозировки. Таким образом, используя такой подход, мы можем избежать КТ. Процесс не будет ни приобретения в процессе. Мы упрощаем планирование, поскольку мы должны планировать только МРТ. И не требуется дополнительное проведение КТ. То есть проведется только одна процедура обследования. То есть если рассматривать с точки зрения эффективности рабочих процессов, я думаю, что это может быть очень эффективная работа. Далее методика МРКАТ. Она сейчас существует только для патологии простаты. Но тем не менее она весьма привлекательно выглядит. И это то, что мы сейчас исследуем у себя в Утрехте. Вот, например, пациентов, у которых мы проводили снимки с позиумом КТ и соответствующие снимки МРКАТ. Это стратифицированное КТ. То есть здесь определенные типы тканей. И эти ткани сегментируются. И затем им присваивается определенная единица Хаунсфилда. Мы знаем, что КТ и МРТ, они, естественно, отличаются, поскольку они в разные временные точки сделаны. Естественно, вы можете провести планирую дозировки на МРКАТ. Но суть в общем, если вы хотите использовать этот метод, насколько точно я могу рассчитать дозировку, используя данные псевдо-КТ по сравнению с помощью МРКАТ. Это вопрос, поскольку я работаю над клинической реализацией этого метра в нашей клинике. И мне говорят, вот дайте мне цифру. Меня спрашивают, скажите мне, скажите цифру, насколько это точно. Я хотел бы понять, насколько это точно по сравнению с золотым стандартным КТ-планированием. Соответственно, как это сделать? Мы можем провести снимки и затем оценивать дозировку на МРКАТ. Тот же самый луч мы можем оценивать на объемных гистограммах. Естественно, мы увидим различия, но нужно понять, откуда они появляются, в чем их источник. И что же мы сделали? Мы провели такой план о реализации МРКАТ. Если вы хотите ввести МРКАТ в свои клиники, нужно понять, откуда будут, в чем будут заключаться речицы. То есть такой метод, освоение метода. И мы используем сертифицированный КТ, похожий на МРКАТ. И мы можем его конфидентировать на... Мы можем его использовать в процессе общего процесса и присвоения значений. Мы также можем использовать МРКАТ, и мы можем также использовать с точки зрения водно-эквивалентный МРКАТ. И далее мы можем рассчитывать дозировку. И то, что мы делаем, мы смотрим на различные эффекты. Здесь мы смотрим на эффект использования гетерогенной электронной плотности, а здесь мы смотрим на эффект вместо непрерывного массива единиц Хаунсфилда. Мы видим дискретное значение единиц Хаунсфилда. И если мы после этого начнем сравнивать дозировки, мы видим здесь влияние ежедневных, скажем так, различий контров тела. И здесь, вот на этом этапе, мы получаем общее различие. Следующий, что ли, этап. Итак, мы вот сделали это, и мы получили в среднем порядка 40 пациентов с раком простаты. Если посмотреть на сканирование с водным эквивалентом, различие составляет 0%, то, что мы ожидаем. Поскольку контуры тела, они имеют такой случайный эффект. И если мы говорим на 40%, этот эффект должен сгладиться. То есть это означает, что МРТ также является геометрически корректным методом. Если посмотреть на различия в дозировках у наших 40 пациентов на КТ и на МРКТ, оно составляет 0,3%. То есть, другими словами, это ничтожное различие. И наши интерфракционные различия существенно больше. Соответственно, это дает нам уверенность в том, что мы можем использовать МРТ таким подходом. Соответственно, что мы хотим сделать, по крайней мере, для потока простаты? Мы хотим отказаться от КТ, поскольку критически значимая моя задача – это определение целевого объема. И мы ее можем решать только с помощью МРТ. Естественно, мы можем использовать цифровые реконструкции для МРКТ, для позиционирования по костной анатомии. Как вы видите, мы также можем использовать и золотые маркеры. И в заключении, в первую часть своего доклада, я хотел бы сказать, что МРТ обеспечивает высококачественное контрастирование мягких тканей, которое позволяет нам оконтуривать целевые объемы, что очень важно с точки зрения точности ваших симуляционных процессов. Имеет смысл добавлять МРТ к КТ-планированию и использовать совместно. И это стандарт нашей клиники сейчас. Это работает очень хорошо. Но также мы можем, я думаю, что мы можем еще лучше работать. И именно поэтому сейчас мы используем, пытаемся реализовать алгоритм только МРТ-стимуляции, по крайней мере, для патологии простаты. И это то, что мы сейчас изучаем. Это был мой первый доклад. И я хочу сейчас, вот я так, как у меня со временем, по-моему, все в порядке. Если есть какие-нибудь вопросы, то вы, конечно, пожалуйста, задавайте. Или можем вопрос задать в конце первой презентации. Да, пожалуйста. Только нужен микрофон. К сожалению, я не слышу, что говорит... К сожалению, микрофон не работает, не слышно. Итак, КТ, конечно, очень быстрый метод. Если провести сканирование за 1-2 минуты, на МРТ процедура сканирования занимает 3-4 минуты для того, чтобы получить данные для МРКАД, для псевдо-КТ. Несколько медленнее процедура, но не настолько. Медленно. Ну, не слишком медленно, скажем так, не критично. Если вопросов больше нет, то мы перейдем ко второму докладу. И я кое-что сказал по поводу позиционирования. Это очень важно для того, чтобы целевой орган, ваша мишель находилась в нужной точке, точке, куда мы можем добраться нашим лучом. И в УТРАХТе мы рассматривали различные решения этой задачи, и, в частности, для этого мы решили попробовать использовать МРТ. И, на самом деле, сейчас я говорю вот об этих этапах. Мы уже поговорили об этом этапе, об контролировании и определении дозировки, и теперь мы переходим к теме, скажем так, контроль и таргетирование. И МРТ здесь, в этом смысле, имеет массу возможностей. Посмотрите сюда, вот представьте себе, на момент терапии у вас есть вот такая картинка, такое изображение. Пациент собирается лечить пациента, вы делаете снимок и имеете всю нужную информацию. И вы можете сказать, ага, вот здесь есть лимфоузлы, вот опухоль, органы риска здесь. И вы можете в этот момент создать план лечения, непосредственно базируясь на данной анатомии. То есть мы не говорим об повторении плана лечения 30 раз. Ваш план лечения подстраивается под конкретную ситуацию, под конкретную пациенту в конкретный день. И мы все, это нужно практически всегда. Вот, например, шейка матки. И посмотрите, инфракционные смещения возможны для шейки. И это повторные сканы пациенток. Вот четыре пациентки здесь. И то, что видите здесь, вот в этой анимации, мы видим различия в положении шейки, положении мочевого пузыря для четырех разных фракций. Это четыре пациента. Мы просто повторно сканировали пациентов в течение нескольких дней. Посмотрите, как смещается целевой орган. И в радиотерапии мы используем такой принцип, как границы, да, которые позволяют нам справиться с этой проблемой. Но здесь это означает, что мы будем, соответственно, облучать здоровые ткани с другой стороны. Есть риск недостаточного облучения, недостаточной нагрузки на опухоль. Есть также, так называемые, интерфракционные движения. В частности, у грудной клетки есть масса респираторных движений, и анатомия не является стабильной. Посмотрите, вот что можно получить на МРТ для того, чтобы отслеживать это движение. И посмотрите, поскольку мы не используем ионизирующую радиацию, мы можем повторять это со временем, не вредно, скажем так. И мы можем, соответственно, отслеживать положение мягких тканей в нужный момент времени. Соответственно, на самом деле, это было, мы используем себя в Утрехте как обоснование для того, чтобы понять, как мы можем скомбинировать линейный ускоритель и систему МРТ, поскольку МРТ на самом деле является идеальной камерой для того, чтобы оценивать анатомию пациента, не только в статическом, но также в динамическом режиме. Итак, и это концепция, которую называем МРТ-ускоритель, и мы считаем, что... Первый абстракт, который мы опубликовали на эту тему, был в 1999 году, и мой босс, Ян Лахендайк, он впервые разработал эту концепцию. Это система МРТ, которая сочетается вместе с линейным ускорителем, и, естественно, мы проводим облучение через МРТ-систему, и для инженера это достаточно серьезная проблема, серьезный вызов. И несколько слов о сложностях решения этой проблемы. Я не буду говорить обо всех сложностях, но давайте о некоторых наиболее значимых. Во-первых, мы должны... Лусь должен пройти через систему МРТ. Но МРТ-система, она состоит из металла. Там есть металл, там есть медь, там есть другие материалы для суперпроводников и катушек. Кроме того, магнитное поле МРТ-система может влиять на ваш ускоритель. Как же решить эти задачи? Во-первых... Что мы сделали? Мы сместили немножко катушки. Это стандартное расположение катушек, которые генерируют магнитное поле, и мы немножко поменяли их положение, соответственно, мы получили окно, через которое мы можем проводить облучение. Также мы немножко уменьшили размеры криостата и получили более... более, что ли, гомогенную аттенуацию гомол-луча. И, кроме того, магнитное поле МРТ, оно очень мощное. Возможно, вы с этим сталкивались. Но если вы привезете металлический объект в это помещение, например, фрагмент-акселератор, он непосредственно сразу улетит в сторону аппарата МРТ. Как решить эту проблему? Поскольку это само по себе можно просто нарушить на работу ускорителя. И кто-то из компании Philips пришел к очень интересной идее. Йоханн Эвервек из Philips, он предложил что? Давайте модифицируем конструкцию суперпроводниковых катушек с тем, чтобы получить в середине вот эту вот точку, где напряженность поля будет минимальной. Это за пределами сканера. И является локальное минимум магнитного поля, поскольку геометрическое положение суперпроводниковых катушек позволяет его создать. И вот это у нас та самая идеальная точка, куда мы помещаем ускоритель. И вот через эту точку ускоритель и проходит. То есть на него, соответственно, не действуют магнитные поля МРТ-сканеры, потому что здесь они минимальны в этой точке. Это вот текущая ситуация. Как я сказал, первая идея появилась в 1999 году. Мы создавали массу проектных вариантов этой конструкции. Первый прототип появился в 2009 году. Он был установлен в нашем отделении. Затем это был модифицированный магнит. И у нас был фиксированный излучатель, который шел в одном иглу. С тем, чтобы понять, можем ли мы проводить излучение через систему, через МРТ-аппарат, через МРТ-систему. Затем мы добавили ротационный гентри. И далее мы пытались понять, будут проблемы или нет. И мы увидели, что проблем нет с ротацией гентри. И далее в качестве доказательства этого принципа вместе с Электро и Клиникой Утрихта и Филипсом мы создали третий прототип этой системы. Вот это прототип, который был где-то года два назад мы его построили, на котором мы создали клинические системы. То есть, видите, МРТ, линейный ускоритель. Здесь имеется ротационный гентри. И он ротируется вокруг МРТ. Это достаточно большой аппарат. Оказаться в этом аппарате, это как будто сняться в кино с Джеймсом Бондом. Но сейчас эти аппараты выглядят существенно более дружественными для пациента. Это один из прототипов тех аппаратов. Это уже аппарат для клинического применения. Система называется Атлантик. Ее создали системы Утрихта, Лекта и Филипс. Ведущая разработка называется компания Лекта. И вот ее спецификации. И как пациент, вы не видите большую часть аппарата. Вы не видите ротационный гентри. Это достаточно элегантная структура, с моей точки зрения. Элегантная конструкция. И первые эксперименты на человеке мы собираемся провести через 3-4 месяца, может чуть позднее. Это зависит от получения этического разрешения. И этот аппарат, который будет использоваться... Ну, в данной ситуации мы должны определить, насколько безопасно использовать эту систему. То есть, эти системы приблизились к клиническому созданию. Сейчас уже прошло 16-15-16 лет. Мы сейчас в уникальном положении, поскольку этот аппарат уже подходит к этапу клинической реализации. Но мы не единственные, кто этим занимается. Есть другие программы во всем мире, которые занимаются подобными программами. В частности, в Эдмонтене, в Австралии. И еще одна коммерческая компания, которая занимается этим. Это система Meridian. Это компания ViewRay. И некоторые центры в мире используют эти системы. Хотя эти системы с достаточно низкой напряженностью магнитного поля. Что мы можем сделать? Весь процесс, как я вам уже показал. Ему требуется несколько дней. То есть, сканирование пациента, определение структур, капитализированное планирование и так далее, и так далее. Требуется несколько дней для этого. Мы хотим все это сократить до минут, фактически. Таким образом, здесь у нас имеется МРТ. Мы определяем структуры. И далее мы рассчитываем по этой анатомии определенный план облучения. Мы модифицировали систему планирования. С тем, чтобы все это проводилось в течение, занимало минуты планирования. На самом деле, современные компьютеры позволяют нам все это сократить от нескольких часов до нескольких минут. И эта скорость будет все нарастать. То есть, время уже не является проблемой более. И на самом деле, далее мы проводим, собственно, непосредственно облучение. Это может быть процесс, который займет несколько минут. И дальше вот здесь план облучения. Он подстраивается под вашу текущую анатомию, под ту анатомию, которую вы видите. Что мы можем сделать с точки зрения клинического применения? Вот здесь есть аспекты, которые мы хотим изучать в ближайшем будущем. И вот на последней сессии по лимфоузлов обсуждалось, я думаю, что этот аппарат идеален. Он идеален для этого. Например, лимфоузлы зачастую являются очень значимым фактором негативного прогноза при многих опухолях. Но в основном они лоцируются на КТ, и их лоцируются на анатомических границах. То есть, другими словами, мы берем такое элективное поле. То есть, мы облучаем большое количество узлов в едином поле, в едином пакете. Но мы можем улучшить этот подход, можем совершать свой подход. Вот пример лимфоузлов. Мы сделали видео на МРТ, и видите, в акселлярной области видим пакет лимфоузлов. МРТ позволяет видеть эти лимфоузлы один за одним, не просто пакетом, а, скажем так, по отдельности. Если подумать об этом, давайте я вернусь, чтобы мы еще раз видео запустим. Посмотрите. Вот, 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 вот. И вот это зачастую эти лимфоузлы зачастую поражаются при РМЖ. И что нам нужно сделать? Нам нужно... Ну, хорошо. Давайте предположим, вот у нас этот пациент на системе Мерлинак. Так, мы делаем сканирование. Мы лоцируем, где находятся лимфоузлы. Соответственно, мы вводим трекинг мехи ткани, с локализацией мехи ткани. Абсолютно не используются какие-либо маркеры, только МРТ-аппарат. Вот лимфоузлы. И далее мы хотим стереотоксически их облучить. Мы рассчитываем... Мы производим расчеты и планирование прямо, скажем так, по ходу обследования, и дальше обследуем пациент сразу же. Это возможно сделать, и это уже не такое далекое будущее, на самом деле. Что же мы еще можем сделать? Мы можем также справиться с проблемой смещения движений. Вот, например, проблема в положении железы. Имеется опухоль, и для дыхательных движений мы используем ITV, чтобы компенсировать их. Соответственно, доза облучения, она существенно больше, чем нужно. Соответственно, имеется нежелательное облучение, в частности, двенадцатиперстной кишки. Сейчас еще раз видео запущу. Секундочку. Соответственно, мы облучаем двенадцатиперстную кишку, и это нам не нужно. Чтобы избежать этой неопределенности, поскольку мы влюбили границы облучения, да, нам требуется камера, которая позволяет нам отслеживать движение, и МРТ может это делать. Вот здесь вы видите повторные снимки МРТ о респираторных движениях в корональной проекции. Вы можете запустить это второе видео? Поскольку, вы видите, что если мы делаем снимки вот во фронтальной плоскости, можем отслеживать движение в каждой точке, анатомической точке. Не только анатомические движения, но можем получать информацию по движению в каждой точке. То есть, по сути, это такие виртуальные маркеры в каждой нужной нам точке. Соответственно, мы можем отслеживать не только положение опухольного, а также отслеживать все органы, в частности, органы риска. Это можно также сделать в трехмерном режиме, то, на чем мы работаем. И, в частности, здесь движение поджелудочной железы в ходе дыхательного цикла, и вы видите, как смещается орган, объем его, скажем так, движения. И сейчас несколько заключительных слов. Это, естественно, опять же, не только мы этим занимаемся. Мы начали исследование с очень существенной поддержкой этой компании «Лекта и Филлипс». Но для клинического распространения этой методики нам нужны другие партнеры, поэтому был создан консорциум, международный консорциум, в котором мы занимаемся разработкой методов применения машины «Мерлинак». Эта система называется «Атлантик», система лучевой терапии с применением «Мерлинак». В частности, мы работаем с клиниками «Клиника Удрихта», «Клиника Меди Андерсон», «Клиника Мастердаме», «Миллоки», «Торонто», «Лондоне» и «Манчестере». И в ближайшем будущем мы собираемся разрабатывать новые методы лечения, используя именно эту разработку, этот аппарат. «Электа» ожидает, что эта система, возможность будет коммерчески доступна в 2017-2018 году, но сейчас работаем с этими вот клиниками, с этими центрами клиническими. Я думаю, что большинство этих клиник недавно получили аппараты «Мерлинак», и, соответственно, они есть и в нашей клинике. И несколько слов, чтобы завершить этот цикл. Можем сделать это, можем сделать это. И теперь давайте поговорим о, собственно, заболевании, о самой патологии, как она прогрессирует, как прогрессирует болезнь, и можем ли мы это отслеживать. Вот еще пример с позиумом РТ. Это рак пищевода. И при раке пищевода в Голландии мы используем схемно-адъявантной химио-лучевой терапии, то есть до операции, до большой операции мы используем химио-лучевую терапию, чтобы уменьшить объем опухоли. И вот что мы отметили, что где-то примерно 20% этих пациентов, у них наблюдается полный ответ даже на химио-лучевую терапию. Другими словами, мы можем использовать у этих пациентов, собственно, политику, выжидательную политику или подход с наблюдением за этими пациентами. Мы можем отбирать этих пациентов. И как мы можем это сделать? Мы можем, например, с помощью МРТ. Вот, посмотрите, у пациентов здесь большая опухоль в пищеводе, и в ходе химио-лучевой терапии мы отслеживаем ответ. И анатомическая, можно использовать анатомические Т2-информацию, также можно использовать диффузионно-взвешенные изображения. Иногда мы видим полный ответ, полный регресс опухоли. И у таких пациентов мы можем подумать, хорошо, давайте попробуем динамическое наблюдение. И, естественно, мы отслеживаем состояние этих пациентов в течение времени, естественно, впоследствии. Итак, я могу сделать выводы. Мой, собственно, один из последних слайдов. Сейчас МРТ используется достаточно широко. МРТ нужно использовать не только для симуляции, не только для визуализации, но также нужно использовать для контроля терапии и для лечения пациентов, поскольку МРТ, по сравнению... КТ, конечно, имеет определенные преимущества в отношении ее надежности и скорости, но, тем не менее, я думаю, что МРТ имеет существенный потенциал для будущего применения. И я очень с большим энтузиазмом отношусь к системам радиотерапии, МРТ радиотерапии. И это позволит нам справиться с неопределенностями процесса лучевой терапии и мы можем разработать клинические применения, о которых мы даже и подумать не могли. Я должен также сказать, что это работа многих людей, которые я провел. Но я забыл сказать об этом слайде. Это, на самом деле, наша текущая ситуация, наше текущее расположение вещей в нашем учреждении. Видите, ускорители с консовидными КТ-аппаратами. Вот текущие МРТ-аппараты, которые находятся у нас. Сейчас у нас стоит МРТ-систем в нашей клинике, и мы собираемся доставить еще три. То есть посмотрите, насколько заинтересованы мы в этом направлении. И этот слайд, он содержит имена людей, которые работают в этом направлении. У нас большая команда, плюс поддержка от нашего правительства, от компании «Филлипс». И, собственно, это то, на чем я хотел бы закончить. Я готов ответить на ваши вопросы. И большое спасибо за ваше внимание. Пожалуйста, у кого будут вопросы? Нужен микрофон, простите, я не слышу. Мы думали, раньше невозможно комбинировать ленинные ускорители и МРТ, теперь мы увидели, что это возможно. У меня есть один технический вопрос, несколько технических вопросов. По поводу межфракционных визуализаций, как долго время занимает снятие изображения, и сколько секунд занимает получение одного среза. Это хороший вопрос, отличный вопрос, на самом деле. МРТ, конечно, работает несколько медленнее, чем КТ, но с новыми технологиями мы можем получать двумерные изображения за 0,2-0,3 секунды. И это нужная скорость. Чтобы получить 3D, это вот эта вот проблема уже. Поскольку мы хотим отслеживать не только опухоль, но мы также хотим отслеживать органы риска. Но я думаю, что сейчас в МРТ существует масса инноваций с точки зрения ускорения получения изображения, поэтому я думаю, что сейчас было показано, что мы можем получить трехмерные объемы за время менее чем секунды. То есть, если говорить о тазе, то мы получаем изображение менее чем за секунду в реальном времени. Да, 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 да. Я думаю, что мы можем говорить об этом. Но для таза, в тазу движение чуть медленнее по временной шкале, но, например, для абдоминальной шкалы здесь может потребоваться вот эта корректировка. Еще один вопрос по поводу времени. Вы сказали, что, возможно, в будущем потребуются минуты, чтобы пройти весь этот алгоритм расследования пациента, но вы ничего не сказали по поводу оконтуривания. Как вы его используете? Вы используете какое-то программное обеспечение, как вы сегментируете органы риска от целевых органов и так далее, и так далее. Это хороший вопрос. Я думаю, что эта проблема рабочего процесса играет ключевую роль. Я знаю, что используют другие дополнительные системы, которые позволяют провести оконтуривание. То есть, вы получаете снимки, и далее вам нужно провести оконтуривание. Сейчас это все делается вручную. И, естественно, это занимает время. Мы смотрим, как можно вот эти данные, полученные при отработке ручной, как и перенести на автоматическое оконтуривание. То есть, мы можем... И был показан очень интересный результат в этом направлении, как можно перенести вот это ручное оконтуривание на автоматическое. Но на данный момент, я думаю, что вы правы, что в настоящее время все еще это является узким местом. Но я думаю, что эту проблему можно решить. И последний вопрос. Не так много информации по системе Мерлинак. Вы уже работаете с пациентами, или сейчас вы все-таки работаете, скажем так, с моделями, с макетами. Сейчас мы планируем эту работу. Сейчас мы проводим пусконалочные испытания вот этого аппарата для клинического применения. И в зависимости от времени получения этического разрешения, я думаю, что где-то через полгода мы начнем клинические исследования с этим аппаратом. И, естественно, мы будем начинать с пациентами. Мы начнем работать с пациентами. Но сейчас есть другие клинические центры, которые в течение года, я думаю, также начнут проводить клинические исследования. То есть, эта работа идет не только в нашей клинике. Продолжение следует...